Только когда я заступил на пост примара, ко мне обратился господин Пынзарь, который сегодня представляет у нас АТБ. Предприятие, которое сегодня курирует у нас по городу. Общественный транспорт. Мы знаем отношение наших советников к этому предприятию. Я вам скажу, что отрицательно. Когда я предложил поднять на 50 бань, весь совет звыл. Основная масса советников. Почему? Потому что чем поешь, решил поднять для бабушек, для дедушек тарифы на маршрутке. Да это не моя прихоть. Никто не может понять, как складывается сегодня цена на эту маршрутку. Это в первую очередь от заработной платы, минимальной заработной платы, которая ежегодно повышается. Это от той строковки, которую платят предприятия на каждого водителя. Это от тех запчастей, которые за последние буквально два года поднялись на 150%. Это нужно обслуживать эту маршрутку. Да, сегодня многие жители говорят о том, что они... Очень старые, очень дряплые. Насчет старых это еще будет сказано очень мягко, но вы видите, в каком состоянии наши маршрутки. Я понимаю, что хотелось бы улучшить парк, но это не в состоянии примарии. Это частные предприятия. И частные предприятия должны иметь хоть какую-то прибыль. Мы же видим, как повышаются все тарифы. Я обратился к совету. Но совет в ближайшие два года, если бы хотя бы по 50 бан ежегодно поднимали эти цены на маршрутки, то уже можно было спросить у того же Пынзаря за качество обслуживания. Это бизнес. Это малый бизнес, который мы тоже не можем терять. Вы посмотрите в последнее время с нового года, как маршрутчики плачут. Они же каждый день приходят ко мне. Господин Пынзарь на последней сессии обратился к совету для того, чтобы поднять на лей тариф. Советники отказали в очередной раз. Они сегодня кричат, что они с народом. Так если вы с народом, я могу напомнить, как было в предвыборной кампании. Мы за малый бизнес. Так нужно определиться, вы с кем. Вы сегодня должны быть и с народом, и не убивать при этом малый бизнес. Вся составляющая бюджета, это составляющая малого бизнеса. От тех налогов, которые поступают сегодня в нашу казну.